Четверть века назад в Славянском районе был впервые проведен фестиваль бардовской песни «Возьми гитару» в памяти известных кубанских бардов Николая Дуварова и Валентина Ушканова. Проходили годы, но фестиваль не только не канул в лету, как некоторые другие добрые начинания, а напротив, Акре проширил круг своих участников и даже приобрел всероссийскую известность. Теперь попеть песни под гитару у костра на берегу реки в хутор Прикубанский приезжают барды со всей страны. Анна Монастыренко продолжит тему. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс, мой пиар-менеджер Карл Марс, капитал, капитал. Живописная природа, треск костра и песни под гитару. На целых три дня берег реки Кубани в хуторе Прикубанском превратился в одну большую сценическую площадку. Сюда съехались барды со всего края. Больше всего участников, конечно же, было из Славянского района. Одна из самых юных исполнительниц Мила Кущ представляет Славянск на Кубани. Для нее все происходило впервые. В этом году я в первый раз, надеюсь, что не последний. Все очень интересно, захватывающе. Прошло прослушивание. У меня первый номер в концерте. Я немного волнуюсь, легкий мандраж все-таки присутствует. Но я думаю, что все будет нормально. Играть на гитаре Мила научилась всего четыре года назад. Теперь начала писать и песни, некоторые из которых впервые исполнила на этом фестивале. По мнению девушки, бардовские песни несут в себе особый смысл. Это как мини-исповедь автора перед миром, людьми, собственной душой. Каждый человек, который пишет песни в подобном жанре, он оставляет в них частичку своей души, частичку себя. Почему-то именно эти песни очень часто берут за душу. Именно они заставляют задуматься о смысле жизни и в целом о том, как мы живем, почему так живем и что с нами будет дальше. Только эти песни действительно наделены глубоким смыслом, глубокими чувствами, которые способен прочувствовать каждый. В каждом поселении района нашлись ценители бардовской песни. Они, как настоящие туристы, разбили палаточные лагеря, участвовали в конкурсе на лучшее походное блюдо. Они состязались в спортивных и военно-патриотических соревнованиях и, конечно же, исполняли песни. Еще чуть-чуть и поезд тронется, и с печальным вздохом тихо дверь закроется. Вянет ночь, сиренья становится прозрачной. И среди чужих ворота теряется лицо. Мелочью стучится в дождь, стекло бегут кусты. На холсте окна пейзаж, рассытый взгляд застыл. Не дрожат артерии рябин по холоду. Сквозь немую ярмарку сорвавшись ся листвы. В открытом фестивале «Бардовской песни» всегда принимает участие огромное количество участников. И этот юбилейный год не стал исключением. Около 200 артистов, туристов, любителей активного отдыха, не представляющих свою жизнь без песен под гитару, со всех поселений района приехали в хутор Прикубанский. От имени главы нашего района, Романа Ивановича Синеговского, разрешите поприветствовать всех участников, гостей сегодняшнего фестиваля и пожелать каждому из вас получить максимум энергии, максимум задора и то настроение, ради которого, собственно говоря, все команды, которые сегодня приехали, они и стремятся на этот фестиваль. Уверен, что цифра 25 для фестиваля – это не какое-то большое число, это только отправная точка к его существованию, и сегодняшнее действие этому будет доказательством. Поздравляю всех с замечательным событием и уверен, что 25-й фестиваль состоялся, и он дает дорогу будущая «Бардовской песни» в Славянском районе. Действительно, фестивалю в этом году уже 25 лет, и сейчас просто невозможно представить наш район без этого праздника авторской песни. Мы считаем, что этот фестиваль живет благодаря народу, потому что народу нравится. Люди любят отдыхать культурно, люди любят отдыхать здесь у нас, в нашем районе, где есть прекрасные живописные места, и поэтому этот фестиваль каждый год собирается именно в июне, именно здесь, в Кутре-Прикубанском. Фестиваль «Возьми гитару» проводится клубом К95 при финансовой поддержке районной администрации и предпринимателей. Победители спортивных и творческих состязаний отметили памятными подарками и кубками. Затем началось награждение исполнителей. Мэтром «Бардовской песни», юным участникам, а также лучшим авторам и исполнителям также были вручены памятные подарки. Борису Виноградову, эти фамилии будут звучать, Ларисе Попышевой, Светлане Зориной. Это наши хранители традиций «Бардовского фестиваля». Громкие аплодисменты, дорогие друзья! В числе награжденных была Екатерина Дедык из Анастасиевского сельского поселения. С 2006 года Екатерина не пропустила ни одного фестиваля. В этом году она привезла новую песню. Я люблю «Бардовскую песню», остаюсь большой поклонницей этой песни. Я пока живу, буду ее продвигать, эту тему. Я сама пишу песни «Золотые куполы России», моя авторская песня, она появилась совсем недавно. Она новая песня. В ней я пою о том, что я люблю Россию, я являюсь патриотом страны, в хорошем смысле этого слова, и стараюсь учить всех, кто возле меня, быть патриотами, любить Россию и, конечно же, поддерживать ее во всех начинаниях. Ах, Россия моя, свежий ветер, Россия, Тебе жить и цвести на года, на века. Я в ромашках твоих утопаю, Россия, Тебе жить и цвести на года, на века. На галоконцерте участники фестиваля исполнили свои лучшие произведения. Праздник авторской песни продолжался до позднего вечера. На берегу реки, под полным диском желтой луны, они звучали как-то по-особенному душевно. Какая жалость вам не к лицу, Мое лицо я поняла И растерялась, взглядя на ваше накрыльцо. Купите мне свою шляпу, Я научусь ее носить, И буду только в этой шляпе Вам на свидание ходить. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».